всем всем большой привет давайте посмотрим что я взяла в итоге в project pen 23 года огромное спасибо что помогали мне выбирать мы вместе с вами что-то прессовали я думала как мне поступить с тенями потому что они у меня идут более медленно чем хотелось бы но попробую попробую может быть будут посторонние шумы у нас гости плюс у меня играет максим к но попытается тихонечко совсем но тем не менее все равно семья большая вот люся сразу ужинать прибежала попробую снять базы я взяла две одна конечно чисто символически еще не сфотографировала но после ролика буду фотографировать ее осталось совсем чуть-чуть но с другой стороны когда остается что-то немножко на начало года значит первые пустышки будут обеспечены это уже как бы дает стимул стараться да вот такая красивая база она остается с прошлого года будет работать а вот вторую базу я взяла на самом деле такую который немножечко побаиваюсь потому что я спреем никогда не пользовалась как базой то есть как фиксатором пользовался как базы нет но я знаю что многие брали такие спреи давай так покажу вот спрей праймер как вы пользовались понравилось ли я знаю что было четыре цвета это четыре стихи и essence была такая лимитированная по моему версия да и очень красиво с камушками я подумала что буду использовать ставить меточки ну и за год наверное я справлюсь конечно у меня есть еще праймеры в виде кремов но они значит пойдут после этого может быть совместно буду использовать посмотрим как там дальше пойдет но в проект я взяла именно этот как бы долго играющий и достаточно сложный который ну проще кремовый взять в руки нанести чем вот спреем поэтому взяла так далее у нас идут тональные крема конечно чуть-чуть осталось прошлого года метку оставила вот так нижнюю но на самом деле его на да нет наверное вот может быть чуть побольше я же уже намешала здесь сейчас не полная баночка но прямо полная полная у меня еще намешан этот крем в сову поэтому буду использовать во-первых его плотный здесь объем очень большой изначально туба 50 миллилитров я его очень долго использую и взяла два крема темных один зван это арифлейм очень хвалят этот тональный крем только у меня темноватый оттенок я уже купила специальный осветлитель поэтому я не боюсь качество хорошее просто тона как бы темноваты и от поэзы тоже очень хвалят этот крем тональный по моему по 30 миллилитров в каждом ну и буду их немножко разводить отбеливателем уже все приобрела и я думаю с этим количеством я справлюсь консилеров я взяла можно сказать а нет еще один тональный крем он у меня уже был но так как он темноват и это от эрбориан то я его и не использовала тот год когда брала его в проект а сейчас я его смогу вместе с этим вот как раз осветлителем то использовать все по тональным все по консилерам корректором от essence метку сделала чуть чуть повыше потому что здесь вот под колпачком под защиту под заглушкой много продукта в общем вот так и второе взяла от мэйбелин fit me оттенок 10 вот так то есть я буду использовать по в проекте именно эти два продукта и надеюсь ну не надеюсь а мне кажется даже я уверена что я с ними справлюсь ну и конечно взяла корректор от catrice вот и я буду пользоваться весь год здесь хорошая уже ямка не знаю как я смогу сфотографировать этот продукт но тем не менее я думаю когда появится донышко будет уже виднее когда она будет увеличиваться но сейчас хорошая такая ямочка на пигментацию только на щечки его наношу пудры только две пудры которые обе были по проектам все метки которые в прошлом году были я убрала оставила последнюю нижнюю чтобы мы видели сколько это банановая пудра она желтоватая такая поэтому я ее всегда смешиваю revolution и 2 от поэза и здесь вот так количество то есть не так и много не стала больше брать никакие пудры то есть потом как эти закончатся у меня есть еще одна рассыпчатая но уже вне проекта я потом буду использовать мне главное вот эти закончить далее для бровей взяла гель вот здесь делала уже не точку откладываю в сторону если я не из нот как бы не в проекте я думаю что в проекте я его закончу и даже если я его закончу возьму следующий у меня вообще гелий еще два есть вот один пролежала второй подарили поэтому если этот закончится я спокойно буду использовать те которые у меня еще есть далее взяла в этот раз в прошлом году три лака было но я использовала почти четыре но можно сказать четыре вот этот не до использовала но в конце года очень часто именно им делала маникюр сделала меточку правда сейчас отстоялся было прямо вот ровненько можешь со стен уже съехала еще тут осталось совсем чуть-чуть в общем вот этот лак сила чтоб не подсыхал и сейчас у меня как раз на ноготочках поблескивает лак вот если прямо вот так это у нас dior оттенок не буду я присматриваться но в общем он вот такой красивый он очень быстро подсыхает я его уже не раз разбавляла поэтому буду использовать очень часто его хочу я его закончить чтобы он у меня не подсох лак замечательный самый лучший лак который у меня есть по стойкости сейчас в коллекции это фаберлик и честно я бы наверное вот из этой серии взяла бы еще лаков потому что качество замечательная я вот так вот покажу артикул если вам интересно он и красивый и стойкий достаточно и цвет прекрасный посуду есть не мою и ничего ногтям не делается лак который у меня работал весь прошлый год я им ставила меточки он чуть-чуть даже подсох загустел я его чуть-чуть разбавила и вот сейчас его вот так и мне хочется его использовать до конца потому что верой и правдой он свое отработал его оттенок прекрасный лак я им пользовалась также и как ну и на ноготочки и меточки делала и последний который я беру лак у меня лук был другой представитель закончился в этом году также вот с блесточками и теперь вот этот будет работать он потом его спокойно можно разводить остаточки когда остаются любым прозрачным лаком и он долго долго еще будет работать так что вот такой еще умещаемся умещаемся далее давайте по карандашиком в этот раз взяла больше чем в прошлый раз как мне кажется но посмотрим как будет не стала я брать никс но взяла от эйван power stay объясню почему ну чуть позднее уже все поотмечала я еще не не делала фотографии а вот на бумажку я отметила все я не просто так делаю сейчас так много потому что я на нем еще покажу сводчи почему я взяла выбрал именно этот свеженький хорошенький стойкий прекрасный карандаш я думаю что он не верой и правдой будет работать а вот этот он уже подсыхает бирюзовый от марк и его там не хочется активно использовать чтобы он не успел высохнуть поэтому этот просто как акция спасения и два карандаша которые буду еще выкручивать этого очень много он почти новый синий такой с блестками в линейке диамант вот он такой темненький опять люся пришла и и на диету посадили и не очень нравится корм на который ее посадили она бедный у меня страдает еще и уши лечь а вот этого осталось чуть-чуть с прошлого года я им часто пользовалась но здесь еще можно реанимировать и как правило это полтора плюс сантиметра вот этот мне очень нравится карандашик люблю так что вот такой арсенал получается из карандашей конечно же оставила я faberlic для бровей я его буду так заканчивать я думаю как раз в этом году закончу и два карандаша для губ этот надо будет выкручивать не знаю можно ли его реанимировать это faberlic вот здесь я продукты для губ он с блестками перламутровый такой немножко суховатый но его можно один либо под блеск и вот такой тоже faberlic но этот вот прямо вся длина поэтому он вот такой розовенький тоже под блески можно в общем два карандаша для губ достаточно далее вот эту всю полностью палетку оставляю почему потому что во первых скульптор который я буду использовать в этом году вот этот продукт я буду примешивать по чуть-чуть к пудрам я так в прошлом году делала и хоть он и дает немножко блесток но на лице они не так заметны и распределяются мне нравится и продукт уходит и вот эти вот четыре красавчика остаются на весь год не знаю как я буду использовать но в планах вот так они видите бледненькие в планах это делать вот так белый нет белый не не нравится а вот три других вот я вам показываю как я буду вот они и без видно там чуть повыше до карандаша и как они смотрятся на этом карандаше я уже делал такой макияж мне понравилось очень только вот этот белый я еще не знаю как я его буду распределять но возможно вот под бровь уголок ну как-то будет уходить посмотрим с белым еще так я не определилась но в крайнем случае если он даже не уйдет останется последним с пустой палеткой выкину если уж не пойдет в этом году а вот эти три я думаю они будут на ура каждое средство это одна единица вообще всего будет участвовать в этом году 60 меньше чем раньше так опа уместились ну что же делать с круглой палеткой думала я думала вас послушала вот эти будут чистыми потому что мы с вами все выковырили давайте я уже не буду на камеру тут опять громыхать и я открою за камерой вот это все пустышки будут я кистью до использую вот этот оттенок я уже использую то есть выбелю их вот вычищу полностью мы их перепрессовали в помаду в общем я беру в этом году вот этот продукт вот этот 2 куда давайте вот здесь мы продукта для лица вот эти два для лица и тени я беру всего 2 где салфеточка сейчас вот вот я отметила вот эту тень я беру не знаю как я ее использую вот эту коричневую не беру вот только вот эти две получается из всей этой палетки 4 всего оттенка ну а помада так как я перепрессовала так тени вот 12 вот эти две взяла ну естественно тени вот эти но они больше топеры тени если еще взять то стеллари я не стала перепрессовывать ничего потому что он плотный оттенок но я его беру вот как раз темный если сравнивать от стеллари темный там не путевый а этот хороший вот так он выглядит то есть его я беру попробую ну и конечно же решила я деваж дальше тереть эту палеточку тут не так много осталось три оттенка вот все три я и возьму не знаю смогу я тут как-то набрать тут уже прямо совсем не видно ничего вот это вот а чуть-чуть уже осталось том что я на него хорошо упор дело вот этот последний оттенок вот так они выглядят все вот по теням получается вот это все шесть оттенков всего ну плюс вот эти вот четыре десять до можно сказать 10 оставила я как базу за балм в этом году но не все а только вот эти четыре то есть не буду я брать вот эту четверку только вот эту в этом осталось совсем капля это тоже уже больше половины истрачен вот этим светлым буду как базы пользоваться но этот очень хорош внизу вместо стрелочки посмотрим как пойдет вот этот на него тоже можно ну по крайней мере очень хорошо будут ложиться вот тени из палетки essence только вот эту четверку так что пойдет если вторая половина ничего страшного решила я как-то вот пореальнее взять что еще палетка от катрис девочки я все услышал отзывы очень много было советов именно сюда перепрессовать но мне хочется от этой палетки избавиться как от пустышки мне не очень удобно вот эта вот крышка она конечно удобная для перепрессовки может быть ее и не выкину а в итоге оставлю для перепрессовки но почему-то мне очень хочется ее увидеть полной пустышкой здесь скульптор идет как единица но его осталось капелька а вот эти два продукта я часто использовала как тени но посмотрим может вот этот буду продолжать как тени может быть летом я его на ключицы как хайлайтер для лица до использую посмотрим так сейчас я все наношу все сводчи как продукты для лица вот их сколько вышло с одной стороны год длинный и это еще не все и последнее это стеллари взяла я стеллари здесь перепрессованные эстрады которые оставалось чуть-чуть мы с вами вместе перепрессовали и родной стеллари румяна уже так хорошо протертые ну хайлайтера здесь много палетку от vivienne сабов которую я впрессовала хайлайтер еще один я не стала брать потому что и так много на целый год всего пока выходит вот так ну и что у нас по помадам это я вам все показала немало год кажется дальше длинный что у нас по помадам блеск я взяла всего один вот он уже прям как раз отстоялся это катрис здесь 2 и 8 по моему общий объем дух еще и половины уже нет можно сказать два миллилитра всего осталось давайте где тут карандаши сюда же наносить блеск всего один но как блеск вот эта жидкая помада идет вот я ее отметила примерно вот так но она на самом деле не прозрачна видите поэтому как тут не крути как я тут не смотрела ничего не увидела буду использовать как блеск пока не закончится то есть вы ним потом ограничитель я ее хочу до использовать и помада который тоже тут прямо вот везде она светится отметила примерно вот так ограничитель еще не вынимала но вот она вот прямо вся 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 светится тоже решила ее взять такая матовая помада хочу я ее тоже закончить уж как пойдет посмотрим и уже просто помады тот который самоварчик мы с вами переварили фирин я ее выкручивать больше не буду я буду набирать кистью и будет видно сколько она убавляется вот когда дойду до пластинки до пластика тогда я ее выкручу и посмотрим а пока она будет вот так ее только кистью можно набирать потому что она она же из жидких переделаны то есть густой она не будет в любом случае так сейчас я вам попробую сделать ее сводч вот такой получился оттенок и только кистью поэтому давайте я вам знаете что покажу во первых карандаши я отметила вот так все глаза губы внизу брови и по помадам я отметила вот так то есть я сейчас метки эти не буду показывать вот он самовар фирин я назвала и метки я делала вместе с пластиком 2 самовар в каком-то году я тут ее сварила но так и не пользовалась откинула в сторонку помада хорошая то есть вот это и будем пользоваться давайте остальные я буду сейчас вот так выкручивать и вам показывать сколько их томфорд оставляю делаем суть далее clorans 0 7 оттенок и и тут немножко она прямо совсем полублеск полу бальзамчик с прошлого года в серебряном колпачке тоже осталось совсем немножко оставила так ты у меня тут не падай вот это очень хорошо я в году использовала то есть она была практически целая сейчас смотрите и не видно хотя она мне ни в каких проектах не было но как-то вот самостоятельно вне всяких проектов тоже она такая бальзамного типа уходила все метки вместе с пластиком делала и взяла помаду которая у меня всегда находится в сумочке я постоянно пользуюсь и сейчас я ее достала из кармана мы сегодня в кафешку ходили вот и пользовалась очень красивая у нее такие прямо блески это замечательный прямо помада бальзам и красивая и всем хорошая она у меня закончится полностью я и наверное даже еще оттуда кисточкой буду использовать и два цветных бальзама из прошлых проектов так я их оставил то есть по помадам это все вот один бальзам остался boost и его мозаик бальзам цветной остался тоже совсем чуть-чуть вот вот так вроде бы ничего не забыла по помадам в этот раз гораздо меньше конечно получилось продукта для лица но здесь некоторые продукты прямо по капельке например здесь скульптор он очень быстро закончится его совсем чуть-чуть я думаю вон те румяна тоже быстрее пойдут их там совсем немножко ну посмотрим в любом случае 12 месяцев впереди здесь вот так муж карандаш конечно коричневый вот этот вот верху который весь не уйдет но если уйдет половина как в прошлом году никс это было бы очень хорошо 60 штук впереди двадцать третий год я думаю все получится в этом проекте будут результаты лучше как мне кажется вот было два проекта в том году с которыми я как-то вот измучилась можно сказать огромное спасибо за внимание всем прекрасного выходного дня всем хорошего настроения спасибо что смотрите спасибо что ждете буду с вами прощаться и всем пока пока пока